Моя проповедь будет называться «Десять». Сколько у нас ушей, девочки? Ухо два. А язык? Один. А что у нас есть десять? Десять пальцев. Всё правильно. Даже дети знают, что у нас десять пальцев. И это хорошо. Это хорошо. Слово «десять» или число «десять» или слово имеет переносное значение «полнота». Если «десять» – полна. Иногда родители говорят, я тебе десять раз сказал. А практически сказал три раза, может быть. Но почему, говорит, десять? Ну, сполна, сполна. Так вот, я прочитаю сейчас два места. Одно брат нам уже читал. Ещё раз повторим. Одно. Это Евангелие от Луки, пятнадцатая глава. Читаю восьмой-девятый стихи. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжёт свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдёт. А найдясь, зовёт подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Драхма – это маленькая, малозначущая монета, но предание рассказывает так, что когда жених приобретал невесту, он дарил ей десять драхм, десять монет, и она их вплетала в косу. И когда молодой муж приходил домой, и старый тоже, и видел десять монет в прическе жены, его радуло, она сохраняет ему верность. Если не хватает одной, это равноценно, как потерять обручальное кольцо. И надо тогда что делать? Искать. Одной не хватает. Надо искать, чтобы было десять. Другое место. Луки 17, 17. Брат Историю прочитал, я только подчеркну это место. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? В этой истории. Надо, чтобы было десять, а только один. Много не хватает. Брат и сестры, я хочу с вами немножко повспоминать для нашего назидания вместе с вами, где слово «десять» встречается в Писании. Я не все места назову, некоторые с вами вспомним, возьмем назидание. Остальные вы сами поработайте дома. Значит, первое. Где нам вспоминается слово «десять»? Десять заповедей. Я хочу сказать, что, к сожалению, не все в наших рядах могут их рассказать. Я опыт делал, я спрашивал. Вы можете все десять подряд рассказать? А очень важно. Знаете почему? Яков говорит, если кто исполняет весь закон, то есть десять заповедей, но нарушит одну заповедь, тот преступник закона. Друзья, десять заповедей, они четыре и шесть. Четыре по отношению к Богу и шесть по отношению к ближним. Но они достаточны, чтобы понять Бога. десять заповедей достаточны, чтобы служить и угодить Богу. Десять – это много или мало? Сполна. Сполна. Десять – одной из них будет хватать, не спасешься. Десять заповедей для исполнения достаточно, чтобы обрести праведность. И Христос пришел и сказал, что я пришел исполнить закон. И нам принес благодать, чтобы мы имели силу от Бога, Духа Святого. И если мы живем по благодати, мы с вами десять заповедей исполняем правильно и хорошо. Потому что десять заповедей Моисей писал на камнях, а Бог своим детям десять заповедей пишет в сердце. Пишет в сердце. Поэтому десять заповедей и сегодня актуальны. Я за неимением времени не перечисляю их. Надеюсь, что вы их дома повторите. Десять подряд. Но если кто одну, как у той женщины, что надо делать в них, если не будет выполнять? Надо постараться. Надо постараться приложить усилия, чтобы все десять было полно. А если у кого девять не хватает, все равно надо. Раз Господь говорит, где же девять? Тебе, где же девять заповедей? Надо постараться. Надо постараться. Следующее место, которое я хочу вспомнить, где десять. Книга Бытие, восемнадцатая глава. Встреча Авраама с Богом. побыл в гостях у Авраама Бог в лице ангелов. А потом Авраам пошел провожать. И потом остался только с одним. Те уже пошли двое, а он остался с одним. И вот ангел Господень ему говорит, сокрой ли от Авраама, что надо делать? Я послан от Бога посмотреть вопль Содомский беззаконен, дошел до неба. И доубедиться, точно ли так? И если это так, Содом будет истреблен. Авраам что-то вспомнил. И он говорит, Господи, ты не можешь поступить неправильно. Если там пятьдесят праведников, неужели погубишь? Вы помните ответ? Если я там найду пятьдесят праведников, не погублю. Авраам говорит, позволь, я чуть-чуть снижу, убрал пять. А если сорок пять? А потом сорок, тридцать. И допустился на десять. Я прах и пепел пред тобой. Можно я еще раз скажу? Если там будет десять праведников. И Бог ему пообещал. Если там будет десять праведников, не истреблю. Брат и сестры, а если бы речь шла о Красноярске, вы не задумывались? И если бы там не нашлось десять праведников, или о другом городе, где я, например, живу, или другие, если там не будет десять праведников, что будет? истреблю. Наша с вами задача быть этой солью, а Господь так сказал, да, вы соль земли, которая сохраняет. Если там десять праведников, будет благословение, будет охрана, будет помощь от Бога, дождь, солнце, все будет. А если не будет праведников десять? Истреблю. Истреблю, пришел конец тогда. И вот, друзья, дорогие, как сегодня у нас десять праведников свет для покаяния, десять праведников свет для того, чтобы могли к Богу обратиться, да, и очень важно, если мы с вами так можем, потому что Бог ради праведников благословляет всех. Я знал в моей молодости двух сестер. Они тоже были с молодежи, работали они на швейной фабрике, ну, по пошиву. И так случилось на этой фабрике, в то время были почин такой, иногда партийные движения, еще какие, и вот объявили там, нам надо создать комсомольскую молодежную бригаду. Какую? Порассуждили, ну, надо самую лучшую бригаду назвать комсомольской молодежной, а самая лучшая бригада, которая план всегда выполняла, зарплата там была, ну, выше, потому что план выполняли, все, это было там, где наши сестры работали. И вот теперь решают эту бригаду назвать комсомольской молодежной, так, баптистки там работали, что с ними сделать? перевести. И приказом переводят в самую отстающую бригаду. В этой бригаде, значит, теперь возмущение, ну, партийные вещи высоки, их переводят, они смирились, перешли, но что получилось? Следующий месяц самая отстающая бригада стала первой, план выполнили, перевыполнили, еще раз, еще раз, теперь управляющий за голову берет, что ж получается? и пришлось убедиться в чем? Бог благословляет верующих. Братья сестры, это очень важный момент. Благословляет ли Бог ваш город, ваших соседей, ваше предприятие ради вас? Если там найду десять праведников, если твоя праведность полная, как десять заповедей, Бог с тобой, Бог благословляет и истребляет грешников дает им время, дает свет, сохраняет, а если нет, наша задача, мы вот ходим в собрания, столько учимся, несколько раз в неделю ходим, все учимся, но если мы только учимся, но не выполняем, друзья, тогда у нас вот так, или девять не хватает, или шесть, или один, но у нас должно быть полнота, должно быть десять. Давайте еще один вспомним случай. Это Бытие 24 глава. Интересная глава, молодежь очень любит. Авраам понял, что Шина надо женить. И он отправляет свою слугу, и у него сколько верблюдов? Десять. И этот слуга и резерв пришел, куда направляли, и теперь зарекает вот так. Та девица, которая скажет, пей, господин мой, и верблюдов напою твоих. Та есть. И вот выходит Ревека, помните эту историю? Как она говорит, пей, господин мой, и верблюдов твоих напою, пока не напьются. это интересно. Мне кажется, она сильно отличалась от девушек нашего времени. Знаете, почему? Один верблюд после прохода, чтобы напиться, выпивает 90 литров, 80-90 литров. Один верблюд, 10. Надо было начерпать 900 литров воды. Много или мало? Мне кажется, у нас сейчас мужик бы устал с колодца начерпать. Это почти куб воды. А она написана напоила. Вот знаете, добродетель щедрая, нет? Но я сейчас хочу на 10 перевести. Полнота щедрости. Вот в свое время Петр Христу говорит, Господи, за 7 милли раз прощать. Он человеческая щедрость. Это 7. Господь ему далеко за 10 назвал, да? Ну, вот у нас с вами часто бывает, да? Так, что можно что-то сделать хорошее ближнему, щедро поступить. Можно чуть-чуть, можно наполовину, можно сполна, да? Сполна. И вот так бывает, что наше сердце вот так вот, ну, раз подать милостыню, пойдет. Три раза? Ну, хватит с меня. А 10? А если не благодарят? Братья и сестры, щедрость должна быть у нас. Должна. Сполна. И что интересно, да? Она вот такую щедрость проявила доброту. А знала она, что она себе счастье кует? Ты не знала же, конечно, да? Эти верблюды несли ей подарки ее родственникам. Она их напоила, подарки получила. Больше того, на этих верблюдах уехала обратно, откуда они пришли. и вся судьба ее построилась за счет десятикратной щедрости. Братья и сестры, мы тоже призваны делать добро. И делать щедро. И пусть Господь нас благословит, глядя наши пальцы. Их десять, каждый пальчик по добру сполна. И это очень хорошо. Еще один пример, где десять. это книга Даниила в первой главе. Там описан такой отрок Даниил, который был воспитан любить Бога. Родители его не описаны. Но он описан, что он положил в сердце своем не оскверняться. И когда прошло учение, я не поговорю, вы знаете об этом, прочитайте дома, если еще раз. Но когда пришел экзамен, там написано так. Царь Новохадоносор нашел Даниила и его друзей в десять раз мудрее мудрецов вавилонских. Те были с опытом, сыновитые такие, а это только, как говорится, училище кончил, трехлетнее, и оказался в десять раз мудрее. Братья сестры, нам хотелось бы быть такими мудрыми, а? Хотелось бы, да? Нам нужна мудрость, и нам так написано, у кого не хватает мудрости, да просит у Бога, да, все, но смотрите, где фундамент мудрости, десятикратной мудрости, где фундамент? Быть неоскверненным, быть неоскверненным. сегодня люди хотят быть мудрыми, они лезут в интернет, и там посмотреть, и там посмотреть, и та фирма, и тот, кто что-то думает, а практически не мудрее, не мудрее. Вот борьба за чистоту в жизни и хранить чистоту делает нас мудрыми. Начало мудрости страх Господень. Если с Божьим страхом идем по этой жизни, братья и сестры, мы учимся мудрости, экзамен придет, и хорошо, если сможем сдать его, как Даниил, был найден мудрым. Братья и сестры, скажу прямо, глупые на небе не нужны. на небе нужны какие люди? Мудрые, мудрые, и мудрости мы учимся здесь. Начало мудрости, страх Господень, не хватает просив Бога, но мудрость не умность, а мудрость, которую Господь нам предлагает, и вот нам прямо написано, что мудрые входят в небо. Ну, еще в связи с десятью вспомним. Десять дев, какие вышли, вошли в небо? Пять мудрых. Мудрые вошли. И будем учиться, друзья, чтобы наша мудрость была сполна, как у Даниила и его друзей. Теперь другой случай. Матфея, двадцатая глава. описано так. Иисус Христос тут сказал, что он пострадает скоро. Теперь вдруг два ученика подходят и говорят, Господи, а в Царство Небесное придешь? Можно я по правую, а он по левую? Что случилось с десятью? Вы помните? Вознегодовали, рассердились на этих двоих, о куда замахнулись, да разве так можно на все? У меня вопрос, скажите, а что их раздражало? Вот корень раздражения, что они на этих двоих. Вот эти двое, они греховного попросили? А? ну вроде нет. А раздражаться на них это греховно? А? Конечно, конечно, раздражаться на них греховно, но их было десять. Они еще друг друга, наверное, так подпаляли немножко, да? Их негодование ведь было грехом. Вот вошли в такую десятку, друг друга подпаляют. А за что? А я скажу, мне кажется, они тоже туда хотели. Они тоже туда хотели. Ну, не так смело, может быть, выразились. Теперь эти смело выразили, им-то мама еще помогла, и у них там сердится. Вы знаете, иногда бывает ситуация в наши дни такие. Вот в наших кругах такое. Кто-то чуть посмелей и что-то сказал, а другой на него рассердился, до другого еще поджег. И теперь десять сердитых. А за что? Надо поразобраться. Вот в такую десятку входить не надо. Тогда мы больше склоняемся к девять неблагодарных. Ну, еще одно и помолимся. В первой книге царств, 25-й главе написан такой случай. Давид с людьми был в нужде, надо было что-то кушать, у них не было. И там был в той местности богатый человек, звали его Навал. И у него попросили хлеба. Немало попросили. На 600 человек сколько надо хлеба? Но этот богатый человек он имел, он мог дать. Но он был настолько зол, настолько испортен внутренне, что он не дал. Это было зло. И когда его за эта жена обличила, он не сокрушился, сегодня в собрании много про сокрушение говорили, он на обличение не сокрушился. И написано, Бог 10 дней ждал его покаяния. И потом он умер. 10 дней Бог отмерил ему для покаяния. Предшествие у Бога и бывают сроки. В Новом Завете в Откровении читаем «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась, поэтому повергая ее на Одр и великую скорбь, и беда потом, уновала 10 дней, но не покаялся. Сердце осталось как камень, и он умер. И мы его в раю не увидим. Друзья дорогие, это очень серьезный вопрос. Мы имеем дело с временем. И дни идут неумолимо. У царей, у бедняков, кто в тюрьме сидит, или кто славой упивается, дни идут, считаются. И у нас христиан тоже, и у грешников тоже. И если у нас где-то не хватает, может быть девять, а может быть только один, и Бог предлагает тебе надо покаяться. Может быть мы все в собрании сегодня это чувствуем, вот за тот-то, тот-то грех, или за то, за то чувствование, или проступок, мне надо покаяться у Бога. Мне надо этот грех исповедать, мне надо в нем сокрушиться. и как правило человек торгуется в своем сердце. Может быть не сейчас. Может это не так страшно. Другие же так вроде тоже делают, и не стыдятся. Почему мне стыдно? Почему я должен каяться? А Дух Божий не ошибается. Если Он тебя зовет к покаянию, это надо делать, и надо делать сейчас. Может быть, Бог отмерит 10 дней, а может нет. Может быть 11, я не знаю, но навалу 10 дней, сполна. Я хочу вот этот момент сказать. И вот знаете, так бывает, человек грешит, Бог с ним работает. Если вразумиться, даст милость. Мы читали с вами в пятницу про Науха Доносора. По прошествию дней тех. Бог его крепко наказал, смирил крепко. На животное был похож, но он смирился и получил милость. Думаю, что мы его увидим в небе. А его потомок Валтасар 10 дней не получил. Только один день. Вот сейчас Валтасар или кайся, ночью уже будет конец. Валтасар золотую цепь Давиду Даниилу отдал, как обещал, и кончилось. Зададим себе вопрос. Где у нас не 10? Одного не хватает, может быть, 9 не хватает. И попросим у Бога милости, в покаянии, может быть, надо это сделать, чтобы было полно. Аминь. кайи. Кайи. не Hawси. Кайи. Кайи. Каи. Кайи. Кайи. Кайи.